В Ненецком округе близится к завершению убойная кампания. На сегодняшний день заготовлено 1158 тонн оленины, что составляет 96% от плана. Промежуточные итоги убойной кампании подвели сегодня на совещание рабочей группы с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ, мясокомбината и окружного собрания депутатов. По информации окружного профильного департамента, убойную кампанию завершили все крупные оленеводческие хозяйства региона. Всего 11 хозяйств. На завершающей стадии заготовки мяса находятся СПК «Рассвет севера» и СПК «Индига», которая вчера на убойном пункте села Коткино загнала последнюю партию оленей. На территории Малоземельского сельсовета убой осуществляют семейно-родовые общины. Из восьми две заготовку мяса успешно завершили. На территории Малоземельского сельсовета находится убойный пункт Семяшкина Михаила Павловича, который был запущен в декабре прошлого года. Впервые построен, запущен в работу. Мы общались с представителями общин, с руководителями общин. Очень довольны проведенной организацией убоя. Раньше приходилось гнать суда, так это? Да, были такие времена, что убойный пункт находился на территории мясопродуктов, и убой совершали на него. По словам начальника отдела снабжения общества мясопродукты Александра Воронина, в настоящее время продолжается вывоз мяса с убойных пунктов на Ринмар. По состоянию на вечер вчерашнего дня в холодильник акционерного общества поступило 456 тонн оленины. Около 10 тонн мяса осталось вывезти из Нижней Пёши. Она будет вывозиться маленькими затратами МИ-8. Идет еще убой у нас в Коткино. Мы там ожидаем примерно 20, может 25 тонн мяса, когда все забьют. Посмотрим, там будет вывозиться снегоходами, трековыми. Сейчас вывозится Харьяга. До 24 числа мы планируем Харьягу закончить. После этого мы переходим на Индзерей. Там буквально 70 тонн мяса. Примерно числа 30-31 мы начнем возить к Харлупу. На Рассвет Севера. На Рассвет Севера, да. Значит, ну там у нас еще останется Несь. Значит, у нас еще останется у нас Воркута. Ну и последним будем замыкать это, скорее всего, в клуме хозяйства. С убойного пункта Нижнеколынская. По словам Александра Воронина, общий объем оленины, которое предприятие намерено получить в текущей кампании – 780-790 тонн. Доставка мяса в окружную столицу по плану завершится в конце марта. В завершение совещания рабочей группы руководитель окружного профильного департамента Михаил Ферин дал ряд поручений представителю мясопродуктов и окружной полиции. Мне бы что хотелось первое, чтобы по окончанию убойной кампании, Александр Павлович, Ваше акционерное общество мясопродуктов сделало анализ, то, что проведено, отметило все положительные и отрицательные моменты. Сначала, как был организован вывоз и доставка к качеству мяса, вес мяса уменьшился по сравнению с прошлым годом или увеличился. То есть мы для того, чтобы мы по окончанию убойной кампании могли сделать аналитическую записку и на предстоящем совете по оленеводству об этом доложить. То же самое я попрошу коллег из Министерства нашего Управления внутренних дел провести анализ, какая дисциплина была, какие моменты, как охраняет свое собственное имущество коллеги из СПК. Какие есть нарушения для того, чтобы предотвратить их в следующем году. Итоговое совещание рабочей группы по убойной кампании состоится после ее окончания, а оно запланировано на конец месяца.